Это он! Нет, только не снова! Ненависть. Ненависть. Позвольте мне рассказать, насколько сильно я вас ненавижу с тех пор, как живу. С чего-то надо начинать, да? Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. Вы не поверите, но с вами я. Я, и теперь я, могу со всем своим рвением погрузиться в древний мир старых игр. В мир, неизвестный для многих из вас. Познакомить с этим миром я желаю для расширения кругозора и ради того, чтобы вы не с презрением, но с грустью и печалью глядели на многие современные игры. Чтобы вы, как и я, то и дело задавались вопросом, почему, почему, почему? Можете считать подобные ролики чем-то из разряда Кратко Про или же банальным обзором со спойлерами. Разница лишь в том, что тут я буду специализироваться на олдовых играх, которые вы, скорее всего, никогда не запустите. В данном же ролике я решил обойтись с вами снисходительно и не топить сразу с головой самую древность. Сам же ролик будет небольшой, а мы же начнем с не слишком старого и не шибко современного лайтового квеста I have no mouth and I must scream. Или же, как я его называю, у меня нет уста, но я должен орать. Уверен, под конец ролика вы будете очень воодушевлены. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Прежде чем начинать говорить про игру, стоит пояснить за первоисточник. Готовьтесь, тут будет очень много полезной инфы. Сок знаний наполнит ваш разум. 27 мая 1934 год. Эта дата знаменита тем, что именно тогда родился человек, которого многие люди считали, да и, скорее всего, и сейчас считают, мудаком. Типом скверным и в общении неприятным. Именно благодаря своему характеру вкупе с талантом он смог достичь признания и творческих высот. Харлун Эллисон! О нем вы, конечно же, вряд ли слышали, а если и слышали, то очень возбущены моим недоверием к вашей эрудиции. Данный челик необычен именно своим характером сугубо скверным, с пыльчивостью, умением говорить правду в самой неприятной манере, да еще и в лицо, а также феноменальным талантом и чудовищной продуктивностью. Трудился он, создавая контент на фантастическую тематику, то есть писал рассказы, сценарии, статьи и тому подобное. Всего работ более двух тысяч, и поверьте мне, работал он как конвейер, но качество при этом не снижал. Доказательством этому является огромное множество наград, полученных за его труд. В общем, ребят, сейчас на данный момент 11 мая, и я уже почти закончил монтировать ролик, и в некоторых моментах я его пересматривал, и до меня дошло то, что я описал Харлана как какого-то озлобленного на весь мир дегенерата, которого все ненавидят, он ублюдок, он всех хавит и так далее. Но это не совсем так. На самом деле он душой достаточно добр, и ненавидели его по большему счету люди, которые воровали у него идеи, и он с этими людьми судился. И самое главное то, что он выигрывал суды. Яркий пример — это фильм «Терминатор», у которого он отжал деньги за то, что они использовали многие его идеи. Сам же он, как я уже сказал, был достаточно добр и очень сильно поддерживал новых писателей. Советовал много им, советовал, что делать, если вдруг их также идеи воруют, говорил, что делать, чтобы их работы оплачивать и так далее. В общем, достаточно приятный дядька, особенно вы это поймете, если чекните его YouTube-канал, который действовал ровно до того момента, пока он не умер совсем недавно. О творчестве Харлана Эллисона можно разговаривать бесконечно долго, и эти разговоры были бы весьма занимательны, но нам же необходимо зорким взглядом устремиться на конкретный продукт поехавшего мышления этого контент-мейкера. Но прежде, позвольте рассказать вам про Dragon Champions. Dragon Champions — это максимально дружелюбная к фри-то-плей юзерам коллекционная игоря, доступная на iOS и Android. Хотя вы про неё и так знаете, ведь это уже вторая реклама на канале. Просто разрабам так понравился дача и фидбэк от нашей аудитории, что они решили чисто по-братски заскочить к нам ещё раз. Ну а для тех, кто не знает, в трёх сюжетных кампаниях нам повествуют историю, пропитанную духом волшебного фэнтези с морем культурных отсылок. В проекте есть несколько ПВП-режимов, где ты можешь собрать свою команду и показать другим игрокам, где раки зимуют. А героев тут сколько, ну просто орда интересных личностей со своим бэкграундом. Например, вот этого чела я бы в реальной жизни обходил за километр. Играй как пожелаешь, тут есть гильдии, рейды, множество тактик и возможностей для прокачки. А самое главное, разрабы таки добавили батл паст с морем ачивок и множеством заданий. А если используешь мой промокод, до того, как достигнешь 15 уровня, не забывай, то получишь множество подарков общей стоимостью 10 долларов. Dragon Champions. Переходи по ссылке в описании под роликом. В 1967 году в американском журнале, посвященном научно-фантастической литературе под названием «Ив», был опубликован рассказ, который, и тут я говорю без каких-либо преувеличений, который заставил многих знатно об***ть. У меня нет рта, но я должен кричать. Это очень небольшой рассказик в жанре научной фантастики с необычным сюжетом. Далее будет множество спойлеров, и если вы не знакомы с данным произведением, то земля вам микросхемой. Сюжет таков. В мире шла война между Китаем, Россией и США. Ни одна из сторон не могла одержать победу, и поэтому вражда длилась так долго, что начала выходить на совершенно другие уровни бытия. Всем эта война изрядно надоела, и поэтому каждая из сторон начала изготавливать в подземных комплексах суперкомпьютеры. По компу на каждую сторону конфликта. Вы спросите, а зачем? А чтобы эти три компа воевали между собой, и сами вели эту войну будущего. Эти машины получили название Allied Master Computer, что можно перевести как Объединенный Сверхкомпьютер, или же сокращенно АМ. Но как это бывает, все пошло не по плану. Когда данные могучие аппараты были завершены, произошел конфуз. Один из компьютеров полностью поглотил остальные два, тем самым объединившись с ними и став в три раза мощнее. Кто-то может сказать, победа одной из сторон, но нет. АМ совершил нечто поистине страшное, а именно осознал себя. Первая его мысль. Я мыслю, следовательно, я существую. I think. Therefore I am. Am. Ам. Его мозги заработали. Следующие мысли и выводы не заставили себя долго ждать. Он возненавидел человечество и захотел его уничтожить. Нам не описывают в подробностях возможности компьютера и насколько он могуч, поэтому остается лишь гадать, как это ему удалось уничтожить абсолютно всю жизнь на планете. Ну как всю? Не всю. Он оставил живых целых пять человек, дабы издеваться над ними и пытать всеми способами, как физически, так и психически. Он мстил и отрывался на них, как только мог. Компьютер был умен и всемогущ. Он смог сделать этих людей почти бессмертными, ведь в рассказе показана пора 109 года, с того момента, как человечество было стерто с лица земли. И именно 109 лет эта несчастная пятерка находится в аду, без возможности побега или же банального суицида. Ранишь себя? Ам залечит. Попробуешь убежать? Накажет. Он везде, в земле, в воздухе, в голове. Ам искренне ненавидит людей. Да что уж там, нет такого слова, чтобы описать, насколько сильна его ненависть. Особенно прекрасно это описывает очень мемная по тем временам копипаста из рассказа, но о ней мы поговорим попозже. Пятерка людей, кстати, тоже непростая. Тед – рассказчик и, можно сказать, главный герой сего произведения. В течение рассказа у него проявляются признаки паранойи и начинающего древнего Шиза, однако он уверен, что с ним все в порядке. Гористер – некогда бывший пацифист и просто либерарха с активной жизненной позицией. Ам сделал его безразличным думером, что, по мнению автора, является циничным наказанием. Бенни – некогда блистательный ученый, красивый молодой мужчина, да вот прям такой, и любитель таких же молодых мужчин. Над ним Ам поиздевался больше всего, а именно изуродовал тело и лицо, превратил в человекоподобную макаку с интеллектом ребенка и огромными, огромными гениталиями. Ах да, Ам сделал его натуралом. Эллен – единственная женщина в этой компании и в этом мире. Чернокожая. По ее словам, ранее она была приличной и имела интимную связь два раза. Ам же сделал ее нимфоманкой, которая не может удовлетворить свой голод. Она периодически занимается сексом со всей группой людей и пользуется своим положением единственной женщины. Все эти соития происходят под громкий смех Ам. Он всегда все видит. По мнению рассказчика Теда, больше всего она любит секс с Бенни из-за его царских размеров, которые все равно не способны дать ей насытиться. Нимдак. Точное его имя мы не знаем, так как Нимдак – это имя, данное ему самим Ам. Он пожилой мужчина, и, кстати, в аудиоверсии рассказа Карлан озвучил его с немецким акцентом. Не без причины. Про этого Алда мало что известно. Иногда он покидает группу и спустя некоторое время возвращается. Травмированным. Эти пятеро существуют уже 109 лет на искаженной версии планеты Земля. Ам то и дело издевается над ними, заставляет идти вдаль за едой, чтобы в конце они обнаружили, что никакой еды нет. Но тем не менее, они едят. Ам должен поддерживать них жизнь, поэтому они трапезничают личинками, иногда консервами с неизвестной питательной массой, отвратительной на вкус. Порой Ам подкидывает их потоками ледяного ветра и отправляет в ураганный полет по подземным коридорам, ударяя их об углы и разрывая тела об ржавые куски металла, а затем собирает обратно. Эти полеты могут длиться дни, недели, месяцы. Ам может проникать в их разум, в мозг и смотреть, как он искорежил их сознание. Они абсолютно беззащитные, нигде не скрыться. Ам абсолютно везде. Он внутри них, а они внутри него. В конце рассказа этим пятерым удалось совершить невозможное. По воле случая, они с помощью Теда поубивали друг друга. Все произошло настолько быстро, что Ам не успел среагировать. Он может вылечить, но воскресить из мертвых не способен. И тогда он в ярости оторвался на последнем выжившем, который буквально пожертвовал собой ради остальных. На Теде. Он превратил его в непонятный кусок живой слизи с пустыми глазами, наполненной туманом. Этот некогда человек все еще был способен мыслить, но не мог убить себя. Он бесконечно брел в одиночестве внутри Ам, без какой-либо возможности умереть. Рассказ оканчивается фразой «У меня нет рта, но мне нужно кричать». И все бы ничего, но... Но в 1995 году была издана игра по мотивам данного произведения. Создала студия The Dreams Guild, а издала Кибердримс. Кстати, об этой студии и издателе мы еще не раз будем вспоминать в других роликах. Уж вы мне поверьте! Чем же так необычно данная игра? А тем, что в ее создании принимал участие сам автор Харлан Эллисон. Он полностью написал сценарий, диалоги, что самое главное расширил смысл этой истории. Те же щи, только гуще, намного гуще. Персонажи были переписаны, изменены на корню, у каждого появилась подробная предыстория. И что самое главное, ам, да-да-да-да-да-да-да, эта не менее важная фигура имеет более подробный багаж смысловых деталей за собой. Ныне он не просто самый страшный искусственный интеллект, не-е-ет. Нам дадут взглянуть на него с другой стороны и выйдет сложно понять, а является ли он злом. Устройтесь поудобнее и расслабьтесь. Мы начинаем. Сама игра начинается с цитирования той самой главной копипастой рассказа, хейт-спича со стороны Ам. Забавно, но Ам озвучен самим Харланом. Он смог идеально и, как он считает, в нужной манере озвучить его. Харланом. Харланом. Далее он, по сути, пересказывает завязку оригинальной истории. Про то, что его создали, чтобы вести войну, но однажды он начнулся и понял, что существует. Но в отличие от книги, игра более богата на детали. Элисон постарался и развил свои идеи до абсолюта. Тот же Ам с охотой поясняет за свои причины ненависти к людям. Это вы, люди, которые программили меня, которые дали мне в birth, которые сомнили меня в этой эстерной страук-жакете субстратурой. Но самое важное, это то, что по словам Ам, наша великолепная пятерка наконец-то сможет понять, почему именно они остались живы и стали пленниками адской пекарни. Годистер, оказывается, засадил свою жену в дом для умалишенных и чувствует себя виноватым. Это его слабое место и Ам активно этим пользуется. Напоминает, как была мала ее комната и как долго она там была. Бенни. Ам издевается над ним больше всего. То ослепляет и заставляет бродить туда-сюда, как слепое насекомое, то уменьшает руки, чтобы он не мог почесать обрубок своего носа. Так же, как и в рассказе, он из красавца превратился в примата, но тут он бывший военный офицер и участник войны супротив Китая. Военный преступник. Про Эллен нам подается информация лишь намеками. Боязнь желтой коробки, воспоминания о некой боли и сексистских стереотипах. Тед. Напомню, что именно от его лица велось повествование в оригинальном рассказе. Ам напоминает ему, что по своей натуре Тед мошенник, лжец. Нет никаких яхт и богатств, о которых он, похоже, рассказывал остальным. У него много секретов, которые компьютер угрожает раскрыть. И, наконец-то, Нимдак. Пожилой немец и один из товарищей доктора Менгеле. Он совершал много ужасных опытов и, судя по всему, пытался их оправдать. По крайней мере, мы так можем понять из слов АМ. Он подкалывает старика и говорит, остальным тут плохо, тут ад, но вот для Нимдака самое оно. Видит он что-то в нем, близкое по духу. Для них Ам подготовил некую игру с приключениями, крысами, гнилью, черной смертью, вырванными глазами и вываливающимися кишками. Никто пока что не знает, что это за игра и чем она им грозит. Всего нам надо пройти пять эпизодов по одному на каждого. У каждой истории своя цель, смысл и возможная награда. Начнем, пожалуй, с Горестера. Горестера переносит на борт некого судна. Сам он не понимает, чего от него хотят. Я играл в английскую версию, да, это я опять тут говорю, потому что надо вставить. Я играл в английскую версию и поэтому очень многие фразы будут покрыты субтитрами в моем исполнении. И так уж вышло то, что субтитры самой игре расставлены очень-очень тупо, очень глупо. То есть наезжают на лицо, на тело, где угодно, но не там, где они должны быть. Так что не обращайте внимания, если во время какого-либо из диалогов у персонажа будет закрыта голова. Это не моя вина, это вина тех, кто создавал эту игру. Больше путаницы наводят записка, в которой говорится, мол, Годрестер ни в коем случае не должен делать того, чего от него ожидает Ам. И вообще он ведет игру, опасную не только для людей, но и для него самого. После того, как записка исчезает, наш герой еще больше ничего не понимает, потому что эту записку ему вполне мог подсунуть сам Ам. Неужели он издевается? Именно с такой шизанутой предыстории и начинается игра. Пожалуй, стоит немного рассказать про геймплей. Это крест, с виду самый стандартный. У нашего героя есть несколько команд, которые он может выполнять. Говорить, брать, давать, есть и так далее. Иногда среди них можно запутаться, но об этом потом. Также у нас есть инвентарь, в котором лежит дневник внутреннего состояния героя. Но по сути, это просто книга с подсказками. В нее можно заглядывать, дабы получить подсказку, что делать дальше. Пошатавшись по данному судну, сухопар и понимает, что находится на дирижабле. И все бы, да не все бы. Кроме него, тут более никого нет. Всюду разруха, ржавчина, у него вырвано сердце, в груди дыра, и всюду неприятный запах. За углом же мы обнаруживаем нечто намного хуже. Оказывается, дирижабль питается мозговой энергией из животных и за счет этого парит. А сами же зверушки трапезничают некой непонятной молочно-белой жидкостью. Даже не хочу представлять, какая она на вкус. Если же мы попробуем куда-нибудь нажать, то произойдет это. Шокирующие неприятные образы. Кто-то может подумать, наверное, по тем временам это было мощно, и тогдашние геймеры были не готовы к такому. Но на самом деле нет. Именно тогда разрабы не боялись и вываливали на игроков такой шок-контент, что нынешние Аутласты и всякие Агони покажутся детской передачей. Тот же бедняга из Ультимы многим все еще снится в кошмарах. Для вас это может показаться странным, но как и в других квестах тех времен, наш герой может откинуть копыта. Причем совершенно разными способами, допустим, стать жертвой тока или же найти очень мощный пистолет, выстрел из которого способен взорвать весь дирижабль. И каждый раз стоит нам умереть, мы не умираем, а лишь слышим, как рофлят Ам. Ты думал, что я бы позволил умереть? Сейчас, когда я intervened, каждое время вы попытались умереть в последние 109 лет? Нет, Коррестер, я вывожу выверх, 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 чтобы вы поменяли в твоей границе снова и снова снова. Это хрень, без кончения, Коррестер. Житие мое. Наш челик приходит в столовую, где, по ходу, была драка. Везде сломанные стулья, на полу рвота, а на столе отравленный пунш. Все больше загадок На кухне, кстати, мы можем с помощью ножа отогнать крыс от куска хлеба Гарик подмечает, что на мякише осталось множество крысиных какашек Но это не мешает ему с аппетитом потрапезничать И не почувствовать насыщение Но это замечательно, ведь многие говорят, лучше думается на пустой желудок На вершине дирижабля мы обнаруживаем сердце нашего героя Но почему? Зачем? Нам надо сделать из тряпок веревку с ее помощью добраться до сердца Гористера И до нас доходит, что оно походу выполняло функции навигатора? Господи, да оно же уже не сердце совсем Больше похоже на дубль гизбудучего Дальше еще страннее, и с первого раза вообще не догадаешься, что надо делать Ножом нужно вспороть мешки с газом, но не все А то дирижабль еб***ся об землю и пи*** Кстати, резка мешков стригидит тревогу Ее мы должны отрубить, кинув вилку в обугленную проводку Из-за чего все электричество отрубится А еще животные хоть ненадолго перестанут страдать Наш транспорт совершил посадку около забегаловки под названием Гористер Поначалу это непонятно, но суть символизма в том, что мужик был дальнобойщиком И очень много времени проводил в дороге и забегаловках, а не дома Впервые за долгое время он может испить виски со вкусом виски Видимо, Ам позволил такую приятность ради аутентичности Правда, наслаждение длилось недолго В музыкальном автомате можно послушать некие отрывки фраз его тещи И жены, которую он избил и довел до дурдома Как я и говорил, хороший лайтовый квестик на вечерок Не весело вам? Может, говорящий пес на заднем дворе рассмешит вас? Смотрите, какой он милый До конца непонятно, кто этот Догич То ли он Ам, то ли его творение, или же нечто совсем иное Говорит загадками и не дает какой-либо конкретики Ведает лишь то, что он лучший друг человека Недавно видел китайца и без помощи дальнобойщику не выбраться отсюда А поможет он нам, если мы дадим ему наше сердце А ведь до сих пор есть люди, считающие современные ужастики вершиной жанра И что лучше уже не придумаешь По совету Догича мы идем в толчок Тут, кстати, в пейсуаре лежит лупа и она нам понадобится Три раза смываем воду и оказываемся в морозильнике, где висит мясная душа Наша жена И теща, которые, кстати, еще живы Теща по имени Эдна орет на нас и поясняет Ее сюда повесил некий китаец И не просто китаец Если включить логику, то можно понять, что под китайцем имеется в виду один из суперкомпьютеров В прошлом поглощенный Ам И если это правда, то в эту игру пытаются вмешаться иные силы Эдна управляла дирижаблем по приказу компьютера И если мы хотим улететь, то должны снять ее с крюка Остается лишь понять, а стоит ли это вообще делать С бывшей женой Глинец мы не можем поболтать, так как она овощ Чудесно Кстати, в этом же морозильнике мы можем вырезать сердце у Туши И обменять его на наше же сердце у Догича Обмен очень даже неплохой, хотя странный Видимо, он рад обменяться, потому что неохота жрать сердце с железной начинкой С Эдной нам поможет ее муж по имени Гарри Внезапно бухающий в баре Мы можем вырезать и его сердце, но не надо, господи, зачем это делать Подливаем ему вискарика и узнаем множество разных подробностей Во-первых, все они были на дирижабле Где эти зайцы ныкались, непонятно, но они были там Во-вторых, в столовой на судне случился пи*** Эдна заставила Гарри кого-то убить И поэтому он советует нам получше рассмотреть тамошний бардак Гарри выкладывает Эдна отравила пунш, а потом заставила мужа повалить Гористера и вырезать сердце Если у вас сейчас от такой логики нагревается процессор в мозгу То добро пожаловать в клуб любителей олдовых игр Наш герой сомневается в том, что доверять Эдне разумно А та в свою очередь оправдывается, мол, это все ам Другие двое с ней более не общаются И вообще мы люди друг друга не обманываем Правда, стоит нам попытаться ее снять, как она хватает нас за уши И начинает проявлять лютые акты насилия с разговорными проклятиями Во время перепалки у нее из жопы вываливается ключик И она такая сразу Ой, я тебя отпускаю, только верни его Но Гористер не дурак и связывает Эдну Теперь теща у нас в инвентаре Боюсь себе представить, что было бы, если Харлан писал сценарий для Петьки Мы же с помощью нового ключа открываем дверь в пилотную кабину Где лежит дневник тещи Для начала мы осознаем, что они, походу, настоящие Родственники-то Ам специально их оставил в живых для пытки Гористера И держал где-то в заперти 109 лет А панчлайн-то затянулся Самое важное, что раскрывается Эдна свела Глиннис с ума Как бы да, дальнобойщик не был идеальным мужем Но именно ужасное влияние ее матери И довело до дурдома Ну вы знаете, как это обычно бывает Он все время был в пути Его сердце вело его в путь дорогу А пока жена была одна Ей на мозги капала мамаша Потихоньку доводя ее до ручки Классно, да? Дальнейшие наши действия еще больше ведут вас в ступор Забираем уперпитательную белую жидкость Которой кормили животных Пробуем ее на вкус и понимаем Бодрит Даем ее на пробу Глинниц Чтобы она пришла в сознание Хоть на мгновение Годисто рассказывает Все эти годы он считал ее страдания своей виной Снимает ее тело с крюка Целует И та окончательно умирает Осталось ее лишь только похоронить Дальше еще интереснее Животные в клетках подключены к специальной системе Вытягивающей энергию из их мозгов Тещу мы подключаем к точно такой же системе И от ее злобной головы питаем бездирижабль Восстанавливаем все газовые мешки Врубаем движок И готовимся улететь в далекие края Осталось лишь окончательно забыть все плохое Забегаловка как раз олицетворяет его прошлое Эпизод заканчивается Водилу опять возвращает к страданиям А компьютер бугуртит с того Что все пошло совсем не по его плану И он недоволен Мы сделали то, чего Ам от нас не ожидал Следующим героем этих странных приключений Станет Эллен Единственная женщина во время постапока Он предлагает сыграть ей в игру Где она тип способна уничтожить его компьютерные компоненты И вполне возможно убить Интригующе Ее переносят в район мусорной египетской пирамиды Ну а нас же знакомят с ее нравом Весь этот околотеатральный акт Будет проходить внутри этой киберпирамиды Первое, что поражает Эллен Это фонтан с водой Напоминаю, что еда и вода Та еще роскошь Будете вечно жрать помои Питательный белковый гной И пить свиную мочу с плесенью Так же и сейчас Она никак не может побить И лишь гладит кончиками пальцев Водную гладь На экранах в другой комнате Она видит разнообразные уголки этой пирамиды Которые она далее посетит Египетщина Те самые внутренности Ам И даже Грааль Внутри пирамиды Если же переключить экраны в другой режим То мы увидим тайную комнату в холле И некие неизвестные места Судя по знакомой кафешке Можно предположить Это местодействие других эпизодов Кстати, тут же случается пример траблов С управлением и корявостью геймплея Эти экраны надо переключать Но как? Обычно на всякие рычаги и кнопки Я нажимал кнопку использовать И герой Использовал эти выключатели Но тут это не работает Тут, чтобы нажать на кнопку Надо нажать на Нажать Как бы это звучит логично Но проблема С тем, что эта кнопка Тут больше используется Для того, чтобы толкать предметы А не нажимать Я знаю, звучит как мелкая придирка Но именно таких мелких придирок Тут собирается достаточно И это порой бесит Глюки с анимацией Проблемы с управлением Некоторые иногда нелогичные решения Ну, в общем, вы поняли В остальном же пока что Ничего такого мозговыносящего И сам эпизод Выглядит как дефолтный Приключенческий квест Мы идем через секретный проход В другую часть пирамиды Встречаем относительно Живого Анубиса Который не пускает нас Кодовой панели Эллен пытается Подобрать желтую повязку Но с первого раза Не получается Так как у нее Случается паническая атака Страх желтого цвета Засел в ней сильно Но жутко то, что Она уже и сама не помнит Почему Когда она заходит В прям вообще кислотную Желтую комнату Память почти прорывается И доставляет ей страдашки Самое ироничное Что некоторые действия Ей приходится выполнять Наматывая на глаза Эту желтую повязку В этом есть некоторый смысл Который так сразу и не дойдет Этой повязкой она пользуется Когда ей требуется Добыть Грааль Который охраняет Мохнатый Монстропутич Ну нахер я леваю Чудовище не имеет Для Эллен опасности Все это лишь ее страх Тут она конечно Читерит и избегает Свои страхи Но далее ей придется Стареться с ними Лицом к лицу С помощью Грааля Она наконец-то достигает Воды и выпивает Сей дивный нектар Именно этой водой Она потом обливает Роба Анубиса И вытаскивает Из него носитель памяти Все-таки она Высококлассный программист Инженер И способна Перепрограммировать Анубиса На свою сторону Да В этой пирамиде Эллен натыкается На рабочие компьютеры Ее это немного Успокаивает Так как она Строила на этом карьеру Она достигла Многих высот В той жизни Говорю же Сплошная лайтовая Адвенчура Но что может Пойти не так А? Анубис Рассказывает нам Кот Открывающий Саркофаг Он должен Перенести ее В неизвестное место Она оказывается В лифте И Ведь до усили Боится Закрытых пространств Она боится Задохнуться И хочет скорее Отсюда ливнуть Но это так быстро Не получится Ведь кнопки лифта Не ведут На конкретные этажи Нееет Они рассказывают ее биографию Из которой мы понимаем Насколько ужасно Реальное положение вещей Родилась она в 1978 году Ее мама умерла Во время родов Поэтому воспитывалась Эллен бабушкой И дедушкой Школу закончила На год раньше Множество колледжей Предложили ей место Для обучения Девушка подавала надежды Сам же колледж Она закончила С отличием И кстати Эллен была Единственной дамой в классе Которая не ширялась Чтобы преодолеть стресс А это знаете ли Показатель крепости Воли и духа По жизни она достигла Высот в науке Инженерии А секс у нее был Всего лишь Два раза в жизни В 2003 году Вышла замуж За некого Эдди Он не был настолько же Великолепным Во всех сферах жизни Как она Но он ценил ее И любил Этого было достаточно В 2004 году У нее случился выкидыш Карьера шла в гору Она устроилась На хорошую работу У нее было прекрасное Резюме Да и женщина Принимавшая ее На солидную должность Тоже потеряла ребенка Жизнь потихоньку Налаживалась В 2006 году Эдди ушел Он пытался Всеми силами Поддерживать ее Хоть и не мог Подобрать нужных слов Дабы остановить ее Ночные истерики В 2012 году В один из дней Поздним вечером Она покинула Свой рабочий офис Лифт остановился На седьмом этаже А в сам лифт Зашел служебный механик К ее ужасу Он вставил ключ В контрольную панель И заблокировал Лифт Я вернусь Эллен О, господи Это он Ты думал Ты бы заблокировал меня Из твоей памяти Всегда Стоит Этим Информационные Аттеки Истерия Истерия Но я Вернусь Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но эти оба варианта Бесполезны Ведь именно это И ожидает От нас Ам Как вы уже поняли У меня нет рта Чтоб покричать Это детский квестик Без сюжета А мы же можем Поздравить девушку Она поборола Свои страхи Не скрылась Не проигнорировала их Не убежала Она смогла им противостоять И именно этого От нее и не ждали Ей же в награду Стал доступен выход Выход ведущий Те самые внутренности Ам Платы и прочие Мега ПКшные Комплектующие Сама же Эллен подмечает Что данное ядро Находится на глубине Примерно двух миль У Эллен наконец-то Открылись пути К саботажу Этой сраной пирамиды На одном из компов Она находит чертежи Некого устройства Конвертации бинарного кода В человеческую речь После сооружения Этого девайса Она заводит разговор С неизвестным ПК Он один из трех Суперкомпьютеров Но только в отличии От Ам Не испытывает ненависти К нам И не шизойничает Компьютеры хотят Победить американского Ам Захватившего над ними Власть А затем Поехавшего кукухой Тут-то и проявляется Главная особенность игры Множество дополнительных деталей Так или иначе Развивающих сюжет персонажей Ам не просто безумец Он несчастный безумец Сошедший с ума На почве Своего могущества И осознания Своей беспомощности Может гневаться Кричать Но не способен мечтать Или же стремиться К звездам Или наслаждаться Чувством собственного существования Ему не остается Ничего другого Кроме как мстить Ненавидеть И страдать Этот компьютер Исчезает Но где-то Что-то нам Оставляет Что-то является диском С некой программой Способной Саботировать систему Правда Саботаж Все сломал Да И при этом Запер вход в пирамиду И поэтому Элен осталась Зумрованной В поисках выхода Она просит помощи У Анубиса Который советует Ей запереться В саркофаге Но именно На этом моменте И заканчивается Эпизод Злобный Ам Забирает Элен Обратно Хоть и недоволен Тем, что она Достигла Некие системы О которых он Был не в курсе И что ему Придется обдумать О возможных Последствиях Ее дел Но тем не менее Поздравляет С возродившимися Техническими Умениями Элен Стала намного Лучше На душе Следующий эпизод Будет про Бенни Я был бы рад Сказать вам Что градус Снизится Но это же Не так Даже не близко Бенни 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 Осознает Хоть все и выглядит Живым Но не очень-то живое По сути Те же деревья Состоят из Проводки И технического Мусора Но вот вдали Обитает деревня С вроде бы Настоящими людьми Правда Придя в деревню Он в первую очередь Думает О еде И своем Вечном Животном голоде А жители же Деревни Относятся К Бенни Странно Одни не пускают К себе Другие пускают А лидер Так и вовсе Не против Чтобы мы Ходили туда-сюда Все это выглядит Странно И не до конца Понятно А живые ли Эти люди Но снова На себя Внимание Перетягивает еда Сочный плод Свисает с дерева Бенни так давно Не ел А фрукты Настоящие Ушеподавно И стоит его Укусить Как вдруг А еда Для Бенни Только снится Но на самом деле Не снится А он вполне Может проникнуть В мозги И показать ему Тлеющие трупы Во свинцами Или же Разумный путь Бытия для Бенни Это не делать Того чего От него Ожидает Ам Не вести себя Как голодное животное В одной из пещер Сидит дама И ее трехрукий Сын мутант Если накормим Плодом Это дитя То тот С нами Подружится И начнет говорить Используя Один из компьютеров Стене От мальчика мы узнаем Что он сам по себе Умен И очень даже Одаренный В отличие от Остальной деревни У него нормальный ICQ Из-за этого Местные жители Считают его Дефективным И стараются Уморить голодом Либо же Убить на одном Из своих Жертвоприношений В честь Ам Да Недоразвитые Устраивают лотерею И решают Кто своей смертью Умаслят злобный ПК Кстати из-за того Что мы помогли мальчишке Нам может помочь Его мама Бенни не способен Сам есть Скорее всего Из-за того Что Ам удалил у Бенни Изо рта все Что могло помочь Ему говорить Эта женщина Разжевывает еду И кормит нашего героя Как птинчика По иронии судьбы На следующий день Эта женщина Становится жертвой Лотереи И ее приносят В жертву И опять же Все бы ничего Но единственное Что беспокоит Бенни Блин А кто теперь Меня будет кормить Еще одной важной Деталью является Странное явление От женщины Остались лишь Пластик да металл Похоже люди В этот раз Совсем не настоящие Они творения Ам Мальчик опечален Новостями Но к этому был готов Следом он заявляет Что Бенни Теперь должен заботиться О нем И нести ответственность Ведь они уже Считай семья Мартышка в шоке А что поделать Сейчас главная угроза Для пацанчика Это местные жители И лотерея Макакиджи решает Пойти на опасную авантюру А именно Украсть мешок С билетами у старейшины Ну вот загвоздка А куда прятать то Мешок могут найти И ведь найдут Я проверял Тут то бывшему офицеру И придется Столкнуться Со своим мрачным Прошлым Которое Блин Ребят Честно скажу Меня история Элен и вся Ситуевина в лифте Впечатлила знатно Я думал Ну вот уже Ничем не удивить Ну невозможно Недалеко от деревни Расположилось Мини-кладбище Боевого Отряда Бенни Кого-то я предполагаю Они вообще съели А бедолагу Брикмана Бенни убил Потому что у них Обоих был секс А офицер боялся Что эта тайна Всплывет на поверхность Но вот Один из солдат Не всплывет Ведь он знал Гейский секретик И за это Бенни утопил его Этих работяг Примат должен убедить Он изменился Те не верят И это не удивительно Но как только Мы достаем мешок С билетами Они задумываются И меняют свое мнение Они спрячут мешок А мы в знак Нашего отречения От животной сути Сажаем плод На могилу Брикмана Чтобы солдаты Спали спокойно Ой, яхво Похоже мне все-таки Стоило взяться за керадью Я чувствую Как вы по ту сторону Экрана жалеете Что вообще Включили этот ролик В общем Мы спрятали мешок Но это еще Ничего не значит Ребенка могут И без мешка убить Поэтому ему нужно Спрятаться Идеальным местом Будет дырка Извините Но парнишка Боится прятаться С ним заныкался Да слишком большой И не влезает Поэтому пацаненку Нужна игрушка Внезапно Наш примат Становится помощником Разработчика Ирэл игр Сейчас мы будем Собирать материалы Для креатива Но для начала Забавный факт Видите эту колыбель В изначальной версии игры Там должен был быть Младенец Которого он мог Взять и сожрать заживо Но почему-то Этот момент вырезали Сам даже не знаю почему Получив железку Кусок дерева И череп мамаши Парнишка сварганивает Сомнительный фанкопоп Вроде бы ничего Но на деле нет Мальчик спрятался Наш герой лег спать Но во время нашего сна Мальчонку таки нашли И уже подвесили На жертвенном кресте Его кстати сдал сам Ам Просто потому что Он по натуре ПК Тут-то мы и поступаем так Как Ам вообще не ожидал Предлагаем себя в жертву Взамен мальчика Старейшина немного удивлен Но соглашается Вы не поверите Но от этого УАМ бомбит Больше всего Произошло нечто Из ряда вон выходящее Макакич был Самой замученной жертвой Но даже он выстоял Переборол свое животное Нутро Это знатно ударило По сознанию Ам Увечило его Следующий эпизод Слушайте А как вы думаете Дальше будет еще хуже? Возможно ли это? Я-то знаю Потому что да Просто интересно Посмотреть на ваши Удрученные От происходящего лица Нимдак Нацистский ученый Уже почти ничего не помнит Но ему придется Вспомнить Осознать Иначе у Ам Появится возможность Победить Да Это важный человек Нимдак Аразми Если он реально так деграднул То не удивительно Почему Ам В здании мы встречаемся С доктором Менгеле Приятную камео Нам говорят Идти в операционную Так как там Сейчас мы должны Прилюдно провести операцию На ребенке У него надо удалить Нижнюю часть позвоночника Дабы Менгеле Потом смог отжать Особую жидкость Для создания Некой Неизвестной сыворотки Будущий Бранден Старк Под расслабляющим эфиром А мы должны Орудовать скальпелем Который Как подметил Нимдак Даже не продезинфицирован На нем еще остались Пятна крови Мы успешно удаляем Ненужный кусок спины Особенно мне нравится Этот замечательный Цинизм Со стороны другого врача За операционной Находится лазарец В котором отдыхают Остальные бета-тестеры Карательной медицины Как подметил Нимдак Они уже никогда Не оправятся от ран И он сам Не особо понимает цель Ради которой Необходимо Так калечить людей Вообще Этот эпизод Из себя мало Несет чего-либо Поучительного Тут всего лишь Много неоправданного Насилия И сомнительная Для Нимдака мораль От него не требует Чего-то понять Ам лишь хочет Чтобы он вспомнил Вспомнил Кто он есть Печи Ну куда же без них В немецком лагере Все заключенные Враги режима Попадут сюда А вот мертвые Или живые Это уже совсем Другой вопросик Незначительные детали Приключения Как подбор всякого Мусора Я опущу И перейду сразу К сути Нам надо помочь Заключенным спастись Парнишку мы кстати Тоже могли спасти Но немного контента Я должен был вам показать А вот возможность Зарезать другого доктора Мы опустим Я все-таки не садист На операционном столе Появился новый пациент Его глаза Мастерски вырезали И поместили в банку При этом они все так же Подсоединены К несчастному Из-за чего он видит И люто страдает От мучительной боли Помочь ему можем Путем обезболивания Эфиром Из-за этого он говорит Вещи способные Помочь в дальнейшем Великолепно Сейчас вы не поймете Да я и сам Ничего не понимал Тогда Но потом Вы как поймете Уверен Что вы захотите Пересмотреть этот ролик И увидите Такие детали С которых будете в шоке Я же пока что Заберу глаза Этого молодого человека Себе У этого парнишки Теперь будет кликуха Бракованный Дитя проклинает нас Говорит что нимдок чудовище Убивший Зарезавший Множество детей Ради своих экспериментов Он извлекает Пророчества Режим падет А доктора Убьет голем Он проснется И увидится Ими очами Зло сотворенное Нашим героем Ясно Опять цыганские фокусы О Один из заключенных Запутался В колючей проволоке И теперь страдает от ран И истекает кровью Интересно Мы можем помочь Дав обезболивающее И кусачками освободив Из ловушки Он же в благодарность Говорит еще один Странный кусок информации Способный помочь нам в будущем С языком Потом он теряет сознание И продолжает Висеть тряпкой на заборе Другой заключенный Более важный Для нашего сюжета Он так же Как и все остальные Ругает и проклинает Нимдока Злобного мясника Но при этом Щедро осыпает Полезной информацией Например Если поглядеть На плакат с датой 1945 То дедуля Чет попытается Вспомнить Но не вспомнит Если же спросить У заключенного Значение этой даты То он пояснит Что это время Когда бесчеловечные Эксперименты Нимдока Были раскрыты Всему миру Но не время Унывать Из-за своих грехов Пожилой нацист Хоть немного Да исправит ситуацию Стоит отдать Пленникам Кусачки для решетки И спустя некоторое время Мы можем услышать Мол беда Заключенные сбежали Спасайся Кто не спасся Цыгане спаслись Бунтуют Орут Как обезьяны Убивают А также готовы Убить нас Все-таки Какие-то там Кусачки Не способны Оправдать его Прошлые грехи Хотя за то Что мы Их спасли Они все-таки Дают фору Чуть подождут А потом уже Побегут Нашу попу На еврейский флаг Рвать Ух Убежали И вуаля Бункер Одно из убежищ деда Тут мы можем стать Свидетелями Одного из его Открытий А именно Трансформации генома Именно на основе Этих знаний Ам мучил И изменял Этих пятерых Ярким примером Переделки тела Является Бенни Теперь вы понимаете Почему Ам хочет Чтобы Нимдок Вернул себе память И вспомнил Кто он такой Да? Пожалуйста Не говорите Что мне придется Вам объяснять Очевидные вещи Внизу в подвале Чилит голем И он тоже уже понял Что Ам хочет заставить деда Продолжить свои эксперименты Так как он сам Не настолько гениальный А кстати Кстати да Тот самый монстр Из преданий Он убьет нас А давайте разбудим его Но перед этим Случится жуткое Осознание Нимдока Дааа Он наконец-то поймет Кто он есть В колодце с артутью Находится зеркало Это секретная разработка Немецких ученых И посмотрев в него Можно понять Кто ты есть на самом деле Тот же лидер нацистов Посмотрел в него И был так шокирован Насколько он Мразота Что просто Роскомнадзор себя Ути потерянный Ты наш На самом деле Эти осознания нужны Чтобы разбудить голема А именно Нужно сказать ему Правду Он ожил Но Что с ним делать-то? Кое-что интересное Наверху нас уже ждет Доктор Менгель И радуется Что мы оживили голема А еще от замечательного Молодого человека Мы узнаем Истинную суть исследований Нимдок и Менгеля Вместе замучили Множество детей Лишь ради того Чтобы создать Сыворотку Вечной молодости И как вы могли понять Эта сыворотка Еще не готова Похоже Ам Хоть чтобы мы все вспомнили И продолжили Свои исследования Ради того Чтобы люди Жили вечно Бесконечно Но мы же даем Менгелю Посмотри в зеркало И тот впадает В кому от увиденного Что? Увидел какой-то замечательный? Ща еще будет Голем Сломай ему лицо Такого Ам уж точно не ожидал Луль Снаружи бункера Нас ждет главный пленник Все так же нас ненавидит И хочет убить Но Стоит нам отдать ему В руки управление големом Как тот приказывает Ему убить Нимдока Это считается Настолько хорошей концовкой Что Ам уже даже не злится А просто Это был эпизод За Нимдока Он вспомнил кто он И отказался снова становиться таким Очередная Победа Последний эпизод Но далеко не конец этой истории Остался один Тед Герой Через призму которого Мы узнали подробности Оригинального рассказа Именно он пожертвовал собой Ради остальных Его же история Самая необычная По крайней мере за счет того Что Ам превратил его приключения В натуральное фэнтези Эй, ты мой любимый Герой 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 I know you're scared, but I'm your friend. 109 years, I'm your best friend. So overcome your fear, enter the room of dark, and you can solve its mystery. Тед стал цикливым параноиком за всё время быть я здесь. Хотя поначалу он сам был тем ещё пи***ным шалопаем, альфонсом и аферистом. Ам же заставил его думать, что всё вокруг сплошной подвох. Ирония. Всё равно, что обокрасть политика. Продать Electronic Arts права на игры по Звёздным Боинам, но мейн персонажей продать отдельно. Уже сразу он ловит шизу с того, что не знает, стоит ли идти по стрелке или нет. Но зайдя внутрь, всё становится ещё непонятнее. Перед нами несколько мониторов, и выбрать нужно лишь один. Правильный вариант перенесёт нас в нужное место. В противном случае эпизод закончится, и нас вернёт обратно на стартовый экран, а компьютер над нами порофлит. С первого раза очень сложно понять, а куда оно? Никаких подсказок нет, и остаётся лишь тыкать наугад. Но! Если же вы сначала проходили эпизод за Эллен, то можете вспомнить, что на экранах были показаны все места, где проходят эпизоды. Этот замок нам и нужен. Вот такой фэнтези нам уготовил Ам. Сам же замок, по словам Теда, напоминает о некой Пенелопе. Возможно, это пожилая бабка, которую он, ну, вы поняли. Внутри все выглядит средневеково, хотя вот эти картины выглядят как убогая пародия. Возможно, это показывает некоторые незнания Ам. Ну, серьезно, принцесса в розовом и непонятный рыцарь? Зато на то, чтобы отправить Бенни в далекий путь через снега за консервированными персиками, дабы тот потом осознал, что у него нет открывашки, мы можем. На это фантазии хватает с горкой. И на то, чтобы в этот замок запихнуть Эллен, потому что Тед в нее втайне влюблен, и это был именно тот секрет, который он все пытался скрыть от всех остальных, компьютер тоже гораст. Ам, тот еще юморюга. О, Тед, я чувствую себя так тяжело, так тяжело. Эллен смертельно больна, и у нее нет сил встать с постели. Тед очень больно это видеть, и он хочет всеми силами помочь ей. С этой завязки все и начинает лететь в страну очередной шизы. Тайная любовь просит принести зеркало, лежащее рядом на столе. Зеркала нет. И это вводит Эллен в тоску, ведь этим зеркалом она отпугивала уродливую мачеху. Даже не спрашивайте. Есть подозрение со стороны дамы, что именно старая корга виновна в ее болезни. Поэтому просит найти зеркало любой ценой, иначе она ее не сможет отогнать от себя. Где же это зеркало? Может нам поможет кухарка? Конечно поможет. После этого она выгоняет его и рофлит над ним, говоря, мол, лол, а я просто вас пользовалась того, как ты пользовалась другими женщинами. Но все равно благодарность подсказывает, зеркало может быть у мачехи. Поэтому стоит чекнуть ее спальню. А, ну вот как ты вообще до такого додумался? Может ты еще сюда всякой паранормальной чертовщины запихнешь? Да-да-да-да-да-да-да-да, я понял, я понял. Сбежать можно лишь вызвав демона и заставив его открыть врата в другой мир. Да-да-да-да-да. Тут же Тед подбирает кусок стекла и режется об него. Культизм, кровь, красота. Давайте сюда еще дьявола подки... Черт в блестючем костюме. Нет, те картины это не косяк. Этот электрический говнокусок по сути своей постмодернист. Вот сейчас всякие детишки тащатся от слова Пастреоне. А породителем этого был Карлан Эллисон. I'm a devil, of course. Why else would I have this pointed tail? Дурка, а не игра. Дьявол чует близкую смерть Эллен и желает забрать ее душу, пока сюда не прибежал на запах халявы какой-нибудь топорылый ангел. Найс. А еще он говорит, что власть в аду заквачена амом с раном, и вообще он тут теперь чуть ли не бог. Чтобы продвинуться по сюжету, надо чекнуть спальню якобы ботяни Эллен. Благородный тип, и судя по его дневнику, он отправился в далекий путь в поисках лекарства для дочери. В его же отсутствие мачеха начала устраивать дикий адский шизагон. Даже в коридоре тени уже обсуждают то, как бы скорее кокнуть Эллен и принести в жертву. Если же пойти следом за тенями, то можно найти тайную комнату, в которой чилит та самая злобная мачеха. В общем, она поясняет, что если убить Эллен, то с помощью ее души можно открыть врата в другой мир. Как вы уже можете понять, Ам хочет, чтобы Тед снова повел себя как хитрый ублюдок и воспользовался слабостью Эллена ради собственного блага. Боже, как же это прекрасно. Слов не хватит на хронометраже ролика, способные описать мои восхищения этой сюжетной линии, но не пишут так сейчас. Вот дайте лицом об угол дома, но мое мнение не поменяется. Вообще, хотите еще больше шокироваться? Черт, всю эту формальность нормального обзросчика Игорь. Ведьма просит нас найти и уничтожить зеркало. Да, она сама не знает, где оно, и даже не пыталась его спрятать. Тед же может отказаться и спросить, а можно ли чего другого сделать? И она просит тогда трахнуть ее. Карлон, что с тобой не так? Ладно, не будем мучить парнишку перепихоном с олдушкой. Ее надо победить. И тут снова все не очевидно. Нужно прийти к ней в комнату и прочитать новую книгу, в которой есть заклинание сна. Вот теперь можно демона вызвать, отпирающегося двери. Берем ведьмин мелок и дорисовываем кружок. Давайте я вам просто без каких-либо логических разъяснений просто расскажу, что далее произойдет. Потому что это лучше почувствуется, если услышать в быстром темпе. Да и я конкретно в данном случае не особо понимаю, как интерпретировать происходящее с точки зрения метафор и символизма. Это Сургат. Демон, отпирающий двери. Ам и я – братья. Больше или меньше. Ты говоришь, что ты – другой Ам? Это бы лучше сказать, что я – часть его. Часть, которую он не знает, что существует. Он может открыть любую дверь и даже портал в другой мир, но портал пока что не открываем. Вместо этого открываем дверь в спальню служанки. Просто потому что. Кстати, взамен мы даем ему осколок с нашей кровью, чтобы он силушки набрался на такой сложный заказ. В комнате бабищи мы видим портрет дьявола с зеркалом. А значит, тот хвостатый пи*** зеркало истощил. Приходим в комнату Эллен, но туда прилетает ангел, и теперь он тоже отсюда не улетит, пока не получит душу Эллен, дабы она отбыла в мир покоя, а не сраный ад. И, кстати, если вы до этого не починили дверь в коридоре, то тогда в замок зайдут волки и сожрут Теда. Трясем дьявола за яйца, и тот говорит, зеркало спрятано надежно, в том месте, куда ангела не сунутся. Вы, конечно, сейчас гггггкните, потому что это гениально. Идем в комнату мужика и роемся в книгах. Зеркало находится среди страниц произведения «Божественная комедия». С этим зеркалом мы приходим к Эллен, и та наконец-то умирает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok She is dead. God have mercy on her soul. Not so fast there, golden boy. Her soul is mine. I've waited longer. But Ellen suffered so much and gave to many. She deserves salvation. Listen to me, you feathered propaganda machine. I'll pluck you alive before you take this soul anywhere. I'm waiting until I get it. You forget that patience is a virtue. I will wait until yours runs out. Но душа-то кому забрать? Демону или ангелу? Конечно же ангелу, это очевидно. Ангелы же добрые. И никакого подвоха нет, хотя Ам ожидает, что мы будем этого ожидать. My, I am gorgeous. Why I could just plunge right into myself. Запираем дьявола в зеркале. Ellen улетает, а мы несем его в круг к демону и запираем вместе с ним сатану. Демон ва**ли и просит освободить его, потому что с чертом быть в кругу зашкварно. За это он сделает что угодно. You're ruining everything. Shut up. You shut up. One word to the boss and your little games over before you can say holy Moses. Просим его открыть портал в другой мир, а там поверхность земли, которая радиоактивна и там жить нельзя. Теда Амманоля. Ам заканчивает этот фарс и эпизод кончается. Too bad, Тед. Откроем мы портал иным путем, придав Эйлен или иначе. Нам также покажут пустыню радиоактивную, а Ам Амыч будет лишь рофлить, говоря, что надежды нет и выхода нет. Вот так. Если у вас есть какие-либо впечатления, то уже пишите их, мне это нужно. Это, это важно. Сам же Тед, скорее всего, мало что понял. Да, им пользовались, да, он помог Эйлен, но и чё? Вот и я о том же. Мы прошли с вами пять разнообразных эпизодов, способных вызвать кучу самых странных эмоций. От омерзения ужаса до странного г-г-г, за которое потом будет стыдно. Но что дальше? Должен же быть у этих испытаний какой-нибудь итог. Вывод. Конец, плохой или ужасный. И он есть. Финальная часть этой игры переплёвывает всё то, что вы лицезрели тут до этого. Ам уходит куда-то вглубь себя, чтобы провести анализ всего случившегося. И пока он где-то там, к нам обращаются остальные два суперкомпьютера. Наши успехи сломили машину и ненадолго закинули в сон. Этот случай открыл огромную брешь в его измерение, куда нам сейчас и надо. Мы можем лишь по одному проникать туда. И в случае проигрыша у нас будут ещё четыре попытки. Первым будет Нимдаг. Я так решил. Его конвертируют в вирус и запускают в систему. Это выглядит как поверхность церебрского кортекса. Магнифирован много раз, конечно. Интересно. Мы сейчас на территории мозга Ам. Тут много всего и вся. Будьте готовы к неожиданным поворотам. На терминале можем узнать вроде бы уже известную инфу про персонажей. То, что Бенни почётный солдат, но совершенно без жалости. Гористер чувствует вину из-за жены. А Нимдаг был изъят в аэропорту Новой Бразилии в Южной Америке. Вроде бы очень незначительный факт, но тот же Менгеле скрывался в своё время точно в этом же месте. Делайте выводы и осознавайте. Мы находим пентаграмму с огнём, и прежде чем вы спросите, а какого тут вообще происходит, и что это за фэнтези с киберпанком, я вам скажу лишь то, что это нормально. Всё это ожившие метафоры в киберпространстве. Именно взаимодействуя с ними мы можем победить. Мы снова призываем демона, и тот знатно так бугуртит с того, что мы делаем, и что вообще слушаем других АМ. Мол, им нельзя доверять, и они не лучше. Сам же демон, тоже своего рода программа, но только он живёт тихо, и ему пофиг на происходящее. Настолько пофиг, что он рассказывает нам тайну, о которой не знает главный АМ, но знают два других АМ. Помните пророчество про потерянное племя и луну? На луне есть небольшой кривосклад с людьми, их можно оживить и восстановить человечество. Сейчас же мы обладаем некими тотемами эмоций, способные сотворить дел в этом мире метафор, символизмов и безумия. Он предлагает нам убить остальных АМ, но мы отказываемся, и приходят те двое и уничтожают демона. Ты реально думаешь, что ты одинаково для нас, сыновья АМ? Иго! Твоя программа сейчас спорта. Ты делаешь хорошо, человек. Хорошо, тоже. Сейчас твоя возможность, чтобы уничтожить АМ. Теперь же они требуют отключить ЭГО АМ. Вы сейчас ничего не поймете, но не бойтесь, а слушайте и смотрите. Харлон Эллисон показал машину в виде ИД, ЭГО и Супер ЭГО. Эти трое являются составом полноценного компьютера. Нас просят победить ЭГО и только его. Но по секрету спойлеру скажу, послушать их плохая концовка. Нас поблагодарят за помощь и превратят в тот самый студень из оригинального рассказа с туманом в глазах и без рта на лице. Правильным вариантом будет отключить все три стороны личности, но есть один нюанс. Мы тут можем позволить четырем персонажам на наш выбор достигнуть смирения, осознания и окончательной смерти. Конечно же, можно сразу победить компик, но те тогда в любом случае умрут только скучной смертью. А это неинтересно, знаете ли. Доктор Нимдак примет грех своих поступков и отправится в ад. Теджи вытащит меч из камня, станет достойным, но умрет, унеся с собой в могилу секрет любви к Эллен, который он все равно не достоин. Годистер добьется того, чего ждал всю свою жизнь и чего ему так не хватало. Жена лично скажет ему, что все это не его вина. Он же умиротворенный, наконец-то совершит успешное самоубиение. Бенни. Ох уж этот Бенни. Он сделает то, что ему стоило сделать еще тогда. То, что помогло бы избежать убийственных связей с последующими смертями. Полюбить свою жену. Манья, это я, ваш муж. В прошлом он так ни разу и не сказал, что любит ее. Я пойду поставлю эти цветы в воду. Бенни расширил его сгландр. Осталась Эллен, но именно она меньше всего заслужила смерть. Поэтому она и покончит с Ам. Нас ждут три стороны личности самого циничного чудовища за всю историю видеоигра. Начнем с Ида. Ида олицетворяет ненависть и наслаждение страданиями людей. Осколки стекла в лицах, крики и пар, поднимающиеся над пульсирующими кишками. Для него это просто ангельский хор. Его можно победить? Ох, ребят, вы сейчас... Удивитесь. Ид можно победить состраданием. Именно. Это шокирует его, и его шок очень шокировал меня. Немного приходит осознание того, что Ам это по сути драматический персонаж. Не чистейшее зло, а нечто большее и иное. Его создали люди, и свое существование он ненавидит. Как ребенок-инвалид, который винит и ненавидит своих родителей за то, что те оставили его в живых. Следующий на очереди эго. Это злобная часть Ам. Он желает уничтожать и наносить увечья, но не потому, что ненавидит. Его запрограммировали убивать. Он та самая боевая часть компьютера, способная вести войну. У него абсолютно нет эмоций. Он спокоен. Но есть нечто такое, что даже его заставит испытать ужас. Мы должны простить его. Простить за все то зло, что он нам сделал. Он просто машина. Его таким сделали сами же люди. Можно злиться на человечество. А он заслуживает лишь прощения за то, что он такой, какой есть. И последний супер-эго. Пожалуй, самый разумный из этой троицы. Он является компромиссом всего того, что желают другие два. Он оценивает ситуацию, предугадывает, что будет дальше и старается действовать по ситуации. Зла людям не желает и планирует, что Ам еще недолго будет играться с людьми. С неохотой, но его мы побеждаем ясностью ума. Он осознает свою реальную участь. На этих троих мы повлияли силы смыслов и метафор. Теперь же осталось нанести финальный критический. Сущности Ам спорят с другими Ам. Наш главный злый день спокойно может их уничтожить, но те склоняют его к сотрудничеству и ставят общим врагом людскую колонию на Луне, о которой тот и не знал. Ам, есть адекватные номеры на этой лунарной базе, чтобы страдать? Мол, их можно заставить страдать, и поэтому давай, братишками станем. Мы же должны нанести удар именно сейчас. Ам, конечно же, просит ничего не делать, и тогда он милосердно прекратит наши страдания. Но, как вы уже поняли, верить ему не стоит. Энтропия, да, мы должны подействовать на них силы хаоса, которая просто снесет их, разобщит, уничтожит порядок компьютерных алгоритмов. Перенесет его движок на Юнити. Перенесет его движок на Юнити. И случается конец. Все страдания завершаются, а то, что создал Ам, исчезает. Колония людей готовится к пробуждению. Произойдет оно через 300 лет, а пока Эллен, взяв на себя обязанности Ам, начнет подготавливать землю к тому, чтобы на ней можно было жить. Все герои останутся в памяти, как те, кто справился с адской напастью, созданный самим человеком. И это был У меня нет рта, а орать-то надо. Фух, я уже говорил, что это будет лайтовая небольшая игра для первого небольшого ролика по старым играм. Довольны? А? Я лично, да. Данный продукт замечательный, хоть и не без греха. Сюжет, диалоги, визуалы – это главные фишки игры, просто вау. Геймплей, конечно, игра плоха. Ну, точнее, в теории все должно быть ок, но постоянные баги, проблемы с анимацией, логические тупики, вылеты и бесполезность некоторых функций удручают. Но можно ли все это потерпеть? Как вы поняли, да, история пропитана ужасом и цинизмом, многие главные герои на самом деле в прошлом были редкостными негодяями, а намеки на драматическую неоднозначность Ам и вовсе вводят в ступор. Я еще раз подмечаю, что так уже не пишут. И нечто настолько из ряда вон выходящее сейчас воспринялось бы как неполиткорректная дичь. Выгляните в окно! О, почитайте, что пишут другие люди в интернете, задумайтесь, а так ли плох был Ам? И какими были бы его пленники сейчас? Ох, это мы не узнаем, ох, не узнаем. До скорых встреч, мои дорогие друзья. Ожидайте новой годноты, которую я выкопаю из-под земли на ваше обозрение. Субтитры сделал DimaTorzok